Вот белорусскому самолету, который в пятницу вылетел из киевского аэропорта Жуляны, не повезло. Через несколько минут после взлета наш лайнер с пассажирами на борту развернули и, угрожая поднять воздух, истребители вынудили вновь приземлиться в Киеве. Как выяснилось позже, ошибочка вышла. Вернее, проверка одного из пассажиров ничего не принесла, его благополучно отпустили. Сейчас инцидент перешел уже в дипломатическую плоскость. МИД Беларуси требует от Киева официальных извинений, а авиакомпания Белавия – денежной компенсации. Журналист и блогер Армен Мартиросян намерен обратиться в суд. Алексей Волков с хронологией ЧП. На часах 15.25 самолет компании Белавия по расписанию вылетает из киевского аэропорта Жуляны. На борту свыше 140 человек, из них только шестеро – члены экипажа. И когда до воздушного пространства Беларуси оставали считанные десятки километров, украинский диспетчер, по словам пилота, потребовал развернуть воздушное судно и вернуться в Жуляны. В качестве железного аргумента была использована угроза поднять на перехват истребители. Дабы не подвергать жизнь пассажиров опасности, командир экипажа принимает решение – развернуть самолет. При этом причины такого спорного решения украинские силовики не называют. Только после проверки Боинга СБУ скажет, что, мол, предотвратили угрозу национальной безопасности. Та информация, которой мы располагали, заслуживала таких действий службы национальной безопасности. Но пока команда дошла, самолет поднялся в небо и его вернули. А причиной такого переполоха и по совместительству угрозы национальной безопасности оказался гражданин Армении, проживающий в России, Армен Мартиросян, журналист, блогер и глава общественной организации. Как произошло? Вернули самолет, объявили меня погромные связи, чтобы я совершал и вышел на выход. Меня встретили люди, которые представили, показали достоверение, представили, что сотрудник МСБУ. На мои вопросы, на основании чего я был возвращен на территорию Украины, объяснял мне, что кто-то должен привезти какие-то бумаги, основание показать. Мне в итоге их никто не предъявил, не показал. Я переопередовал билеты, и будем следующим рейсом. Сняв с рейса Армена Мартиросяна, самолет, как ни в чем не бывало, дозаправили и отправили по намеченному маршруту. Я не думаю, что это должно повлиять как-то на выполнение рейсов между двумя странами, Билавией или украинскими авиакомпаниями сюда. С опозданием в два часа он приземлился в Минске, но белорусская сторона сразу же дала понять, что так просто эту ситуацию не отпустит. МИД Беларуси вызвал главу депмиссии Украины и вручил ноту протеста. Ведь такие действия украинской стороны подрывают не только добрые дипломатические отношения, но и напрямую нарушают Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации. В ней, среди прочего, черным по белому написано. Договаривающиеся государства признают, что каждое государство должно воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия против гражданских воздушных судов в полете. И что в случае перехвата не должна ставиться под угрозу жизни находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна. На, мягко говоря, вопиющие действия СБУ МИД потребовал официальных извинений, а Белавия – компенсацию за расходы. Укр-аэрорух, чей диспетчер искомандовал развернуть самолет, ситуацию комментировать не стали. А в СБУ, даже несмотря на фактическое нарушение международной конвенции, уверены, что это абсолютно нормальная процедура – разворачивать самолеты из других стран. Да и в истребители верить отказываются, при этом заявляя, что это не их компетенции и вопрос. Наша служба действовала исключительно в рамках закона. «Информации о том, что в небо собирались поднимать истребители, у нас нет. Я думаю, что это абсурдно полагать, что военные летательные аппараты могли быть подняты против гражданского самолета. Мы не можем комментировать вопросы исполнения полетов гражданскими самолетами. Это не наша компетенция». Так или иначе, но пострадавший от странных действий украинской службы безопасности Армен Мартиросян до сих пор не понял, чего же от него хотели. И узнать он это намерен через суд. «Подаю в суд иск на противоправные действия украинских властей. Чего я представляю эту угрозу? На основании чего? Мне ничего не предъявляли, абсолютно». Тем временем в компании «Белавия» уверили, что расшифруют запись переговоров экипажа белорусского «Боинга» с украинскими диспетчерами. Но уже ясно, что на вопрос, а была ли угроза истребителям, вероятнее всего прозвучит утвердительный ответ. О том, что же случилось с белорусским самолетом над украинским небом, на неделе Алексей Волков.